Добрый день! Сегодня мы поговорим о столетии так называемой Великой Октябрьской социалистической революции, как ее называли до пришествия демократов, а теперь чаще называют Октябрьский переворот. Привет! С Евгением Валерьевичем Алексеевым мы сегодня беседуем. И я хотел бы для разогрева разговора задать вопрос. В период так называемого исторического материализма все время говорили о каком-то всемирно-историческом значении Октябрьского переворота. Действительно ли было это всемирно-историческое значение и то ли это было значение, о котором рассказывали школьникам, студентам, о котором говорили в школах марксизма-ленинизма, рабочим которых тоже пытались превратить в идеологов коммунизма. Что это было за значение вот этого события, которое в этом году попытаются отметить? И как вы думаете, кто и как будет отмечать это событие? Вот как всемирно-историческое или как трагедию или как какое-то проходное событие, очередное событие в трагической русской истории? Я думаю, что будут как раз все эти три варианты и будут отмечаться, потому что для нас, для русских монархистов, национал-консерваторов, конечно, это трагедия, которая завершила тысячелетний цикл русской национальной истории. И мы вступили в какой-то новый, неведомый для России период. Для действующей власти, скорее всего, это пройдет так же, как и прошел столетие февральско-марковского переворота. То есть, ну, где-то кто-то что-то скажет, может, даже какие-то документальные фильмы сделают и покажут по ведущим каналам. Но в целом власть будет тоже равноудаленно-индифферентна к этим событиям. Ну, и леваки, всех мастей и оттенков, конечно, будут кричать о Великом Октябре. То, что мы построили неведомое ни для кого химическое государство. Государство, которое, наверное, для 20 века единственное, может, еще Китай. Страна, где полностью была уничтожена старая национальная элита. И когда говорят, ну, как же, вот там какие-то инженеры, офицеры перешли на сторону большевиков. Ну, да, определенная часть перешла. Но вот та кастовая элита, элита с большой буквы, она была уничтожена. И это было сделано сознательно. Потому что нужна была другая элита. И она формировалась совершенно по-другие задачи. Никакой их там в Великой России даром никому не нужно было. Это уже мифологемы современных необольшевиков и сталинистов. Задача была простой – подготовить Польшу для мировой революции, для смены всех национальных элит и в Европе, и в США. А вот как можно представить, это что? Это утописты или шизофреники. Вот им надо было весь мир переделать. Ну, как-то у них получилось только Россию искалечить, немножко подломить Европу. Ну, дальше-то куда бы они пошли? Действительно это был всемирно-исторический процесс? Или все это все-таки было каким-то локальным всплеском, который закончился довольно быстро по историческим временам? Что такое 70 лет? Когда читаешь историю, скажем, Древнего Рима, ну, это просто вот мгновение в такой истории. В истории России на протяжении тысячелетия. Что такое 70 лет? Ну, 70 лет, во-первых, там тоже надо делить. Это на две части, да, довоенная советская действительность и послевоенная. Все-таки здесь я склонен согласиться с определенными историками, которые говорят, что социальным государством СССР все-таки стал после войны. И это заслуга как раз не партии, могут товарищи Тюгановы и прочие отдохнуть. Это заслуга поколения выигравшего войну. И здесь есть прямая аналогия. Вот как поколение победителей Наполеона стало тем становым хребтом империи в 19 веке. Потому что если мы посмотрим, кто при Николае Первом заявил административными вопросами, статистом железного дорога, да и Бенкендорф тот же. Это все люди, прошедшие Отечественную войну и заграничные походы. Это люди, которые вот закалились в этой борьбе и поняли, что они служат государству в полном смысле. Не себе, а государству. То есть можно сказать, что это был всемирно-исторический процесс, но не тот, о котором говорили большевики. Другой совершенно. Они как бы прыгнули и даже может быть случайность их занесла на эту волну научно-технического прогресса, формирование социального государства и так далее. То есть это шло само по себе. Сила инерции, вот она как началась при Александре Втором и Александре Третьем, сила инерции продолжалась. Они снесли верхний слой элиты, насадили новую, совершенно, на мой взгляд, непригодную по большому счету. Но она тоже после войны была снесена, а большая часть даже и до войны вот эти сталинские. Вот большой террор. Да, это был удар по русской деревне, по остаткам русской интеллигенции, но это и зачистка Ленинской гвардии. А Ленинская гвардия готовилась не к величию России. И вот этот тезис Сталина о социализме в отдельном взятой стороне совершенно чужд был. Она ориентировалась на мировую революцию, а Россия должна была быть просто топливом для этой мировой революции, о чем Троцкий всегда на всех съездах и конференциях говорил. Я к этому бы добавил, что гениальность Ленина ведь в партийных рядах обнаружилась только после того, как он вроде бы угадал, что революция начнется и Брестский мир будет отменен. Но Ленин-то думал о мировой революции. А тут произошел, ну, действительно, он как бы угадал. Но больше он не угадал ничего. Февральскую революцию он проспал, Октябрьскую делал не он, а Троцкий. Да, в основном Троцкий. Получается, что никакой гениальности там и рядом не лежало. Но вот история с Брестским миром и его отменой, она как-то вот вынудила, или как-то, ну, видимо, настолько низкий был уровень большевистских лидеров, что вот это случайное угадывание превратило Ленина в божество в глазах этих людей, и которое должно, конечно, было быстренько скончаться, потому что, ну, живому Богу как-то очень тяжело поклоняться, а мертвому очень удобно. Вот, и, наверное, ему помогли, вот, как бы, гению, так называемому русской революции, ему помогли отправиться в мир иной. Ну, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, как известно, а тем более, что сейчас все-таки вышло достаточное количество исследований, которые говорят, что действительно покушение на Ленина планировалось не одним человеком, и уж это точно не полуслепая Каплан, вот, и стреляли из нескольких видов оружия, с разных точек, то есть очевидно, что, ну, так как теперь уже ни для кого не секрет, что Ленин получал деньги от Германии и от Ротски, и от Америки, то есть они представляли два враждебных России центра силы. Один носил тактический характер, для Германии важно было исключить Россию и вообще снять проблему Восточного фронта, и для этого нужен был Ленин. А Троцкий и его подручные, приехавшие с ним из Нью-Йорка, носили стратегический характер, то есть полностью уничтожить Россию, как страну цивилизацию. Ну, вот можно понять людей, которые планировали какую-то стратегию общеевропейскую или общечеловеческую с точки зрения интересов своих государств или групп государств, но как понять так называемую творческую интеллигенцию, да, в общем, и не только творческую, которая мечтала о каком-то разрушении и февральскую революцию встретила с красными знаменами и массовыми демонстрациями, в общем-то, вот та самая интеллигенция, про которую писали великие русские писатели, вот эта интеллигенция как раз оказалась каким-то таким симптомом, может быть, вот ее настроение оказалось симптомом разрушения, что действительно империю оказалось некому защищать. Вроде бы эти люди и должны были ее защищать. Да, вот это, кстати, глубокое заблуждение. Надо вспомнить, что интеллигенция это сейчас, знаете, носит такую положительную коннотацию, а тогда это совсем другое. Орден русской интеллигенции все время, со времен Герцена, Чернышевского и Добролюбова заявлял об одном. Мы всей своей жизнью, всей своей судьбой, всей своей борьбой должны привести только к одному, к разрушению тиранического самодержавия империи, которая называется Россия. Вот цели, никаких других задач у русской интеллигенции не было. Это иллюзии. Кстати, позитивных задач никаких не было. А что, собственно, вы хотите вместо? Ну, кроме каких-то очень смутных сообщений у Герцена о том, что вот Америка неплохой пример, больше ведь ничего не было. Нет, ну, они мечтали еще, часть мечтала действительно о расчленении страны. И здесь сразу, вот мы оставшуюся часть сделаем либо новой Франции. То есть примеров у них было для подражания много. Ну, это примеры масонской Франции, масонской Англии, масонских Соединенных Штатов. То есть примеры, которые идут, ну, совершенно вот в противофазу со всей русской историей, с русской традицией и с русским традиционным обществом. 80%, ну, пусть даже 80%, 75-80% это русское крестьянство. Да, оно жило совершенно в других условиях, в других временных континуумах. Почему надо ориентироваться на Нью-Йорк, а не на Рязань? По большому счету, ну, по-хорошему. Может быть, они не знали, что происходит в Рязани? Как раз знали. Они сказали, что это все черносотенное крестьянство, это Ленин говорил. Надо черно... Причем он говорил не о каких-то там зажиточных кулаках, а он говорил вообще о крестьянстве. Потому что человек на земле, собственник, он не хочет идти ни в какую коммуну. Не хочет верить в какие-то бредни, вот о светлом будущем. Он занят конкретным трудом на земле. Можно сказать, что кризис сельского хозяйства, перманентный в течение всего периода советского, это просто следствие этой позиции. Конечно, это разорение русской деления. Это сельского жителя превратить в промышленного рабочего, который просто производит сельхозпродукцию. Да. И понимания привязки человека к земле вообще у большевиков не было. Но в то же время большевики выглядят куда более рационалистами, чем вот та самая интеллигенция, которая не имела никакого социального проекта. И, может быть, поэтому большевикам легче было доказать, в том числе и многим представителям этой же интеллигенции, что лучше по Марксу. Смотрите, как все просто, все до примитива сведено, там, манифест Маркса Энгельса. А кому хочется глубже, ну, там, читайте другие книжки. А для тех, кто читать почти не умеет, вот краткий курс Сталина, истории партии. И все сразу становится понятно. У него там тоже есть философская главочка одна. Как я припоминаю, мне отец рассказывал, что вот все читали до этой главы, вот в те времена, еще там уже послевоенные, кто учился, читали до этой главы, вот в военных училищах. А дальше не могли, потому что даже освоить вот то, что там Сталин такой псевдофилософский фрагмент написал, это уже было просто невозможно. То есть получается, что страна вроде согласилась жить по Марксу, но Маркса так и не узнала. Ни в вузах, ни, ну, вот какие догматики, может быть, знали. Ну, опять же, почему вся страна согласилась жить тот слой номенклатуры, бюрократии, государственной, окологосударственной командования, так сказать, рабочей крестьянской красной армии, ОРГ, ФГП, НКВД. Они согласились, они в подшколах это изучали. Но в массе своей, да всем по барабану был до этого Маркса. Кто его вообще, на рабфаках его начали изучать только вот в 30-е годы. А до этого, ну, а вот Маркс сказал, ну, кто это сказал, что интеллигенция была убеждена двумя способами. Та часть интеллигенции, которая не хотела убеждаться в правоте всемирного, это вот, как это говорили они, это учение всесильное, потому что венно, да? Да. Вот. А Ленин другой тезис высказал, что террор это средство убеждения. Вот кто не хочет, вот к нему как раз красный террор мы и применим. Вот. И поэтому, собственно, большевики ничего не изобрели. Они повторили пути французских якобинцев. Якобинцы также уничтожали французское крестьянство в Вандее. Им было совершенно наплевать, что французское крестьянство хотело верить в Бога и служить королю. Им это было неинтересно. То есть вот тот планчик, который написали Маркс Энгельс в манифесте, при попытке его реализации пришлось пролить море крови. Да. Причем крови не только своего народа, но и других народов, потому что следствием всего этого были мировые, мировая, по крайней мере, вторая мировая война. Это уж наверняка. Если бы развивалась ситуация так, как она планировалась в российском генштабе, и все это было предельно реалистично, никакой революции, никакой войны второй не было. Русские войска стояли бы в Берлине уже в 17-м году. И Гитлера бы не появилось. Это уж прямо надо сказать, потому что Гитлер появился, конечно, как реваншист на почве Версаля. Но поддержали Гитлера. Когда он был еще маленький в Мюнхене, он еще, как говорится, был интересен не всем и не очень сильно интересен. Но когда Сталин заявил, что он будет строить социализм в отдельно взятой стране, здесь Запад понял, что нужен каток, который будет со Сталином конкурировать. И этим катком решили сделать Гитлер. То есть здесь все предельно прозрачно. Но ведь от мировой революции сталинисты тоже не отказались. Они просто сняли это как публичную доктрину. Но Сталин Коминтен распустил в 1942 году. Да, чтобы вывески не было, чтобы не привлекало это внимание, никого не пугало. Ну и потом он убил через распуск Коминтенна, он уничтожил весь аппарат Коминтенна, который подчинялся Зиновьеву. Не надо забывать, что... Соответствующие чиновники появились, которые отвечали за международную деятельность и подчинялись Сталину. Да, да. То есть вот эта вечная грызня, вообще вот это вот то, что революция уничтожает своих детей, она для нас тоже в полной мере была реализована. Потому что Сталин действительно в одном лице и Робеспьера, и Бонапарта, и здесь Троцкий угадал. Но России от этого не легче. Вот для нее что? Ну, конечно, Троцкий был бы еще хуже, потому что Троцкий был заточен на полное уничтожение государства как такового. То есть для него был чистый эксперимент вот этой революции важнее сотен миллионов человеческих жизней. То есть, ну, на мой взгляд, это, конечно, маниакальные люди. То есть пораженные настолько вот своей маниакально-деструктивной идеей, что пожар и горе миллионов людей ради чистоты эксперимента и торжества их идей для них ничего не знают. Ну, психические расстройства – это признак, в общем, любой эпохи. Хотя разные есть элементы такой социальной шизофрении или такой эпидемии какого-нибудь социально-политического психоза. Они бывали и в прежней эпохе, но вот здесь какое-то своеобразие возникло. То есть столь масштабный психоз, который замахивался вообще на весь мир, наверное, это какое-то уникальное явление. И, ну, наверняка, ну, никак не связано с русской традицией или с каким-то менталитетом русского народа. А кто все это привнес? Откуда это все вылезло? Отчасти да, отчасти нет. Потому что ведь идея-то была идея мессианской. Мы освободим угнетенных людей от угнетателей. Ведь Россия всегда жила только и развивалась как мессианская страна. Вот была мессианская идея Москва-Третий Рим. Да, она немножко трансформировалась после Петра, но в своей концепции не изменилась. Что значит Москва-Третий Рим, Четвертый Рим? Мы последнее православное государство в этом мире. То есть мы последнее государство и царство, которое служит неискаженному идеалу православия в целом, вселенского православия. Все остальные народы и государства погрязли в ереси. И вот эта идея работала до 1917 года. Потом, по определенным... Как ее нивелировали, конечно, в результате 19 века. Народовольческие кружки. Вся профессура, которая была в Петербурге, в Москве, ну, за редким исключением, но в основном она носила, конечно, либеральный характер, материалистический характер. И профессура готовила вот эти кадры. Это же вот те комиссары, те проводники вот этого вот идеалов, марксизма, они все вышли из 19 века. Вот базаровщина вот эта вот, полное отрицание вне земного происхождения жизни. Причем вульгарный материализм, не какой-то там сложный, да, замешанный на каких-то сложных философиях. Нет, примитивный совершенно материализм. Вот я умру, а лопух на моей могиле вырастет. И важно только то, что вот сейчас, здесь и сейчас, что будет там, да ничего не будет. Ну, Бога нет же, ну, значит, ничего другого нет. Значит, души нет. И души нет, и нет для чего больше существовать. А здесь появляется новая мессианская идея. Мы построим рай на земле. Если его нет на небе, значит, мы его будем строить на земле. А каким путем, какими методами, это нас не интересует. И вот это увлекло часть и интеллигенции, и новообразованцев. Ведь действительно, как ни парадоксально, то, что мы ставим заслугу государству российскому, то, что много было, ну, в Питере и Москве до 80% людей грамотных было перед революцией. 80% никакие там, ни 20, ни 30. Ну, по империи в среднем 40, 42, 45. Но это базовое образование. Оно не системное. Оно приблизительно. Это то, что мы имеем вот сейчас. То есть люди имеют огромную информацию, но не знают, как ей воспользоваться. Они системно не образованы. И не знают, как систематизировать эти знания. И поэтому, конечно, чем легче и доступнее для сознания идеи, тем оно лучше для массы. Ну, зачем мне мозг ломать? Кстати, а может быть, вот если мы действительно переходим к современности, может быть, мечта большевиков, она тоже как-то может, новых большевиков, может заново реализоваться. Может быть, мы готовимся к еще одной подобной революции. Отрицание всего вообще. Отрицание всей истории России, да и всей истории, скажем, интеллектуальной, культурной истории человечества. Это же все уже не нужно. Человеку, на которого валится поток совершенно бессистемной информации, он же не может ее осмыслить. Ему некогда думать. А если так, ему подбросят самую примитивную идею, ну, как, собственно, сейчас вот эти зюгановцы, сталинисты и прочие деятели такого, мы называем левого толка. Но это уже какой-то, даже не левый толк, а какая-то бесовщина. То есть человек может быть даже великолепно образован в рамках своей профессии, но социальную идею ему подбрасывают какую-то, ну, совершенно примитивную. И он заряжается этой идеей, начинает повторять одно и то же. А мы, вот как люди, как-то посмотревшие на все это в 90-е годы, и нас тоже заставляли учить всю эту марксистскую мутотень, мы же понимаем, почему все это ведет. Вот возможно ли такое? Или это уже, вот уже какое-то перерождение, это уже какой-то старческий маразм большевизма сегодня? Ну, для них другого варианта быть не может. Для них страна только одна была и остается это Советский Союз, их родина. Как они всегда говорят, мы гордились страной. Можно подумать, что наши прадеды не гордились Россией, что Российская империя была какой-то там третеразрядной и второсотной. Простите, это неправда. Это, конечно, пропагандистская уловка. А то, что они хотят повторить, да безусловно, но даже слово демонстрация. Демонстрация, да? Демонстрация демонов, да? Как это? Страт демонов. Страта, состоящая из демонов. Да, вот это бесы достояния, а не абсолютно. И когда вот сейчас происходит, вот недавно, 31 июля, памятник царю-мученику и цесаревичу, какой-то из сути времени топором там цесаревичу рубил голову. Но это же что, это не безовщина? То есть этот человек, 32 лет, не имея ничего, никакого представления о той эпохе, цесаревич уж точно ему не мог ничего навредить, как физическое лицо или как бы. То есть это явная заряженность, ненависть к вере, к престолу, к государству. И опять начинается, вот у нас эксплуатируемые, эксплуататоры, то есть опять большинству населения выкидываются ложные такие мишени, куда целенаправленно переключается агрессия. На самом деле надо говорить, что ситуация сложнее, она неоднозначна, но для большинства это сложно. На это надо потратить много времени, надо прочесть много книг. Зачем? А здесь простое решение есть. Кстати, интеллигенция тоже вот та самая интеллигенция, которая сохранилась, она, видимо, все-таки сохранила те же самые леваческие взгляды. То же самое отсутствие какого-либо социального проекта. И вот вся эта либеральная публика, которая захватила у нас сейчас средства массовой информации, опирается на поддержку олигархии, которая захватила собственность. Они же тоже без всякого проекта, они как бы подталкивают вот этих примитивных людей с этими марксистскими примитивными лозунгами к тому, что нам нужна снова революция. Вот такая же революция, нам надо отнять у всех частную собственность, кто шибко умный должен пойти в лагеря. Вот бы Сталин пришел, он бы порядок навел. С кого бы он начал наводить порядок? Скорее всего, вот с тех же самых людей, которые полагают, что Сталина надо как-то воскресить и, по крайней мере, пользоваться его социальными и политическими технологиями для процветания страны, которого не было. Которого не было, мы как раз разговаривали накануне нашей беседы, о ужасной голодухе, которая была все довоенное время, все довоенное время. Но если деревня разрушена, вот, ну нет ее, да, то есть, ведь если мы вспомним, а мы все проходили из той обществоведения при СССР, и у меня точно вот отложилось в памяти, из всех пятилеток, сколько их было, план по сельхоззаготовкам был выполнен только в одну пятилетку. Только в одну, во всех остальных, неурожайность, недоборы, усушка, утруска и так далее. И это еще они просто не научились врать, как врут сейчас наши сельхозруководители и главы регионов. А касательно то, что современная интеллигенция, она как раз заточена по лекалам тех троцкистов, которые активизировались в так называемой франкфуртской школе, которая потом переехала в Штаты и оттуда начала экспансию уже на послевоенную Европу. То есть вот тот троцкизм, оголтелый совершенно шизофренической такой перманентной революции, он мутировал через студенческие кампусы 60-х и выродился вот в этот леволиберальный проект, который сейчас просто сносит всю цивилизационную нишу Европы. Если обратиться к здравым русским людям, что они должны делать сегодня для того, чтобы, во-первых, поставить мозги на место молодежи, которая ничего не знает об истории собственной страны, к сожалению, да? Во-вторых, как-то сорганизоваться для того, чтобы не допустить сползания в это левачество или в этот либерализм, который является предтечей всех этих потрясений, которые мы знаем в истории человечества, не только нашей страны. Что делать нормальному русскому человеку? Ну, прежде всего, конечно, скажу, что молиться Господу Богу о сохранении державы. И второе, действительно изучать свое великое прошлое. Слава Богу, сейчас вышло огромное количество здравой, нормальной литературы. Кто хочет изучить, может изучить наши исторические пласты, наше историческое прошлое. Прекратить испытывать комплекс какие-то вины за вот эту якобы тысячелетнюю историю рабства. Откуда это вообще взялось? Почему тысячелетнюю историю? Почему рабство? Огульно, опять же, вот царский режим не справился со своими задачами. Какие у него, еще раз повторяю, задачи были одни. Сохранить православное, последнее православное царство. Вот была мессианская идея России. Ее предали, ее отринули. И когда, если Бога нет, как известно, все позволено по Достоевскому, мы благими намерениями выслали дорогу в ад. Вот мы постепенно сейчас движемся к тому, что действительно, как один из известных батюшек, Гурьянов, сказал, что в конце времен бесов в аду не будет. Они все на земле окажутся. Вот мы идем к этому. И отрицание идеалов семьи, отрицание чести как таковой, как вообще некого идеала, да, то есть человек честный должен быть, то есть человек с честью. Вся эта демагогия с промискуитетами, концом семьи как института. Отсюда и конец государства, потому что государство – это большая семья. То есть вот это все надо преодолевать. Прежде всего, внутри самих себя. И говорят, ну вы тогда будете какие-то белые вороны, реакционеры, не от мира всего. Если этот мир катится в ад, зачем вы собрались туда же? Вот у меня такой вопрос. Если у вас есть воля, если вам Господь дал свободу выбора, значит вы должны стать на ту стонну, где Господь, а не на противоположную. И в столетие, которое мы сейчас отмечаем, в столетие событий октября 1917 года, мы должны все оценить как величайшую трагедию русского народа. Невеликую революцию, никакой революции на самом деле не было. Была жесточайшая бойня, которая началась в 1918 году. А в 1917 году просто развал власти произошел под руководством тех самых либералов, которые и сегодня не против заместить нынешнюю бюрократию, тоже мало дееспособную. Но у этих развалится вообще все. Ну и следствием будет, конечно, какая-то ситуация, которая, наверное, без крови тоже не обойдется. Поэтому, чтобы не пролить кровь своего собственного народа в будущем, в ближайшем будущем, надо понимать, почему она в таких количествах была пролита сто лет назад. Поэтому надо отойти в сторону, посмотреть на тех самых марксистов современных, ленинцев, сталинцев, что они предлагают. Они предлагают несправедливость, как утверждают многие, а наоборот, самую отчаянную несправедливость. Они предлагают, на самом деле, не говорят об этом, но предлагают уничтожение исторической России, последних ее ростков, из которых вновь может вырасти великая держава. Вот что они предлагают. Поэтому русскому человеку надо участвовать, прежде всего, в русских национально-патриотических организациях. Вступать в них, просвещаться самому, беседовать с теми людьми, которые знают, о чем идет речь, знают собственную историю. Далеко не всегда вы в учебниках найдете ту правду, которую каждый русский человек должен искать. Но в личном общении вы наверняка ее найдете. И в углубленном размышлении о том, что случилось с нашей страной сто лет назад, тоже. И мы ждем вас в русском монархическом движении, в русском национально-патриотическом движении. Главное, не относиться равнодушно к тому состоянию страны, которое можно назвать предсмертным. Если мы не хотим сделать следующий шаг и свалиться в пропасть, уже окончательно из которой никогда не выберемся, мы должны знать свою собственную историю, понимать ее как цепочку трагедий и триумфов, и понимать, что большевистская революция была, наверное, самой масштабной трагедией нашего народа. И поэтому большевизм для нас однозначно является самым отчаянным врагом, самой русофобской идеологией, которую можно себе представить. И в борьбе с этой идеологией мы должны построить русское национальное государство, никого не унижая, установить твердый закон. А вот ту шизофреническую публику, которая хочет нас унизить и разрушить наше государство, мы должны распределять места не столь отдаленные для того, чтобы она не мешала нам жить. Редактор субтитров А.Семкин